Вот и всё. У меня такого нет, значит, обойдусь и без него. Ты бросил меня, ты бросил меня, когда ты ушёл, я осталась одна. Пока остальные выходят замуж, путешествуют или рожают детей, точнее, увеличивают мат-капитал, мы с вами продолжаем улучшать свой быт, настроение и благополучие благодаря советам от Первого канала. Мы же хитрые. Знание – сила. И теперь нам доступны фундаментальные знания о том, как удобнее мыть посуду, как измерять предметы наедине с собой и как же всё-таки прятать эти грёбаные провода на столе. А провода на столе – та ещё проблема, да, Джеймс? Да, Джеймс. Уйди оттуда. Но не каждый знает. А знает не каждый. Гений. Что советы от Первого канала – это не единственный способ улучшить своё благополучие. Как это не единственный? А чё ж тогда? Мои разговорные стримы на стрим-канале, о которых многие, я уверен, слышат впервые. Доброе утро. Там мы обсуждаем различные темы, делимся историями из жизни, бомбим и, конечно же, заряжаемся спокойствием и умиротворением. Ты чё дай дезориентироваться его полотенцем? Раз! И всё. Асы нет. Как и сухих штанов. А у меня и мокрых-то нет. А у меня вообще штанов нет. И как же удачно совпало, что для моих стримов они и вовсе не нужны. Разве что мне. Ну меня ж видно. Поэтому обязательно переходи на Ламповый Джеймс и подписывайся, если любишь разговорные стримы. Ссылка, конечно же, в описании. Не забудь! Ну а пока мы здесь, включим серьёзность и настроимся на волну важнейшей информации. Ведь сегодня мы вновь будем облегчать свою жизнь вместе с советами от Первого канала, на которые мы с вами сегодня и посмотрим своими глазами. Как говорится, делу время, потехе час. Что совершенно никак не относится к теме видоса, и сказал я это лишь для красоты. Красиво вышло, правда? Хорошо, хоть камера смогла это записать. Можно потом в повторе посмотреть. А вот что действительно относится к теме видоса, так это зима, человек и ледянка. Ледянка, опять серьёзно, троллейбус, колбаса, стол? Так, чё-то увлёкся. Да. Опять ледянка. Вы собрались на горку с ребёнком. Ну не знаю, как вы, если я соберусь на горку с ребёнком, это будет как минимум странно, поскольку ребёнка у меня попросту нет. Но на горку с ребёнком он всё-таки пошёл. Хм... Да мы кататься просто. Какая ещё полиция? Ой, я пошёл, у меня дела. Чтобы малышу было комфортно кататься, нужно смазать ледянку силиконовой смазкой. Это мы уже проходили. Джеймс, садись два. Доработаем ледянку мягким сиденьем. А, я-то думал. Так, стоп, как это доработаем? Вырезаем кусок размером с сиденьем. Приклеиваем заготовку к ледянке двусторонней липкой лентой. А, вон оно как. А я-то думал, будет так, так. Или может быть так. 21 век всё-таки пластмасса, ткань и скотч. Минимализм. К торцу заготовки прикрепляем полоски светоотражающей липкой ленты. Вот и всё. Вот и всё. Пару часов катания и прощай великолепная сидушка, которая держится на скотче хуже, чем на соплях. И спрашивается, зачем делали? Ах да, точно, чтобы лишний раз отругать мелкого засранца за неосторожное обращение с вещами. И как я мог забыть? Ну вы ж понимаете, эти родители. Ты что, порвал перчатки семилетней давности? Ты упал в лужу и спачкал новые штаны? Оторвал сиденье от ледянки, которое держалось только на скотче? Совсем не ценишь вещи, мать купила, а ты ломаешь. Больше вообще ничего не получишь, говна тебе на лопате. Ставь лайк, если же за. Но мы-то с тобой знаем, что это же за. Самый суровый байт на лайк. И не поспоришь. И я согласен, что это неплохой совет. Был бы. Если саму сидушку пришить к ледянке, исключив возможность отрыва ткани из-за намокшего скотча. Но если даже и решить эту проблему, и сидушку все-таки пришить, то в процессе веселья проблема будет куда посерьезнее. Мягкое эластичное сиденье не пропускает тепло. Но зато отлично пропускает снег, который будет неизбежно таять, впитываясь в ткань, делая ее сырой, на которой будет ездить ваше чадо. С такой же мокрой пятой точкой с риском что-нибудь себе застудить. А застужать что-то мокрое на морозе, это ой как неприятно. Если, конечно, вы не сценарист подобных сюжетов. А благодаря светоотражающим полоскам вы не потеряете ребенка из виду. Даже если будете кататься до темна. А знаете, как еще можно не потерять своего любимого ребенка из виду? Запомнить, наконец, его лицо или хотя бы одежду. Внезапно. Даже скотч не нужен. А первому каналу, по всей видимости, он и не нужен. Ведь если в этом кадре мы видим наклеенные полоски, то уже в следующем кадре нет ничего и в помине. Или бы нас снова обманули, выдав желаемое за действительное, и приклеив ткань на суперклей. Либо это просто криворукий монтаж федерального канала. Ну или это очередная хитрость, построенная на хитрости. Но какой бы из вариантов не был верным, вывод лишь один. Лучше бы они приклеили на ледянку картон. Я хочу вырезать из доски подставку под кастрюлю. Господи Иисусе, нежданно-негадно, какие люди-то. Вспомнишь картон? Вот и он. Но чтобы начертить круг ровно, нужен циркуль с длинными ножками. Ух, как сложно. Прям неуполнимые задания для секретной миссии. А может просто возьмем циркуль и начертим круг? Нет. У меня такого нет. Ну начинается. То у них мусорного бачка нет, то подставки для обуви же не моднятся, то крышки от кастрюли. Значит, обойдусь и без него. И без подставки под кастрюлю. Ну ладно, ладно, разве не за этим мы здесь с вами собрались? Берем металлическую линейку. Просверливаем на шкале два отверстия на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Да ладно, никогда такого не было и вот опять. Кто-нибудь уже остановите его наконец-таки, он сейчас вам там всю студию просверлит. Линейку просверлил, рулетку просверлил, дальше что? Камеру оператора просверлишь, а нам как совет потом смотреть? Остановите его уже! Вставляем в одно отверстие шило, в другое отверстие карандаш. Чертим, прокручивая линейку вокруг шила. Вот и все. Вот и все, линейка просверлена. Отличный лайфхак для того, чтобы испортить вещь. И у меня возникает вопрос, хотя когда он у меня не возникает? А если вам нужно несколько окружностей разного диаметра сделать, вы также будете продолжать сверлить вещи в доме или все-таки купите этот чертов циркуль? Не, ну не покупать же его из одного раза, ей-богу! Мы нарисовали идеальный круг без циркуля. Это просто невероятно! Технологии прямиком из 25 века. А вы случайно там шторы на двухсторонний скотч не вешаете? Двухсторонней липкой лентой. А знаете, как еще нарисовать идеальный круг для подставки под кастрюлю без циркуля? И сверление чего-либо. Так, убирайте слабонервных, ща будто инфаркты. Снимаешь, дед? Снимай! Вот они сейчас в шоке будут, как увидят. Революция прогресса! Вот что получилось! На ваших глазах мы только что нарисовали ровный круг без циркуля! Дед, ну ты куда? Опять инфаркт! У меня такого нет. Да что-нибудь у вас там вообще есть, кроме бутылок и картона? Я купил новый коврик для прихожей. Молодец! Хоть что-то у вас наконец-то там появилось. Вот только на месте он не лежит. Господи Иисусе, так зачем его нужно было покупать? Он не лежит на месте, поэтому мы его и купили. Знаете, мы не ищем легких путей. А был бы из бумаги, мы бы и из бумаги купили, тупой блогер. Вот, отличный коврик. И Влад здесь совершенно ни при чем. Стоит наступить, то и дело сдвигается, то вправо, то влево. Так это и не проблема, на него же можно просто не наступать. Но! Если ты настоящий мужик, берешь, значит, дрель, сверло. Я нашел выход. И не благодарите, просто в любой непонятной ситуации сверли. Но меня одного смущает размер этого коврика, который он себе купил. Или каждый считает своим долгом купить коврик как можно меньше. А с виду так вообще похож на коврик для мышки. Я, если честно, даже не удивлюсь, если то он и есть. Переворачиваем коврик, берем силиконовый герметик. И наносим его тонким слоем. После этого кладем коврик на место. Коврик не сдвигается даже на миллиметр. Хороший лайфхак, правда? Сначала купим дешевый коврик, потом к нему купим силиконовый герметик. Силиконовому герметику купим свистолет, измажем коврик в силиконе, приклеим его к полу так, чтобы с него нельзя было стряхнуть песок или постирать в машинке. И скажем, что это отличный лайфхак. Нет, ну разве не прелесть? А нельзя было сразу купить хороший коврик? Или хотя бы с двухсторонним скотчем для напольных покрытий? А хитрость как тогда делать, тупой ты блогер? Ишь ты какой? Иди вон на кухню, там лайфхак новый. Вы обнаружили в холодильнике забытую сметану. Оу, так это же прекрасно, значит будем делать шаурму. Открыли крышечку, а под ней уже зародилась новая жизнь. Оу, а это не прекрасно, значит не будем делать шаурму. Ну тогда макарошки. Знакомая ситуация? Еще бы незнакомая. Утром макароны, в обед макароны, вечером макароны. Как будто не в России живу, а в Италии. Такое бывает, если на полках бардак. О блин, а я думал из-за того, что зарплаты маленькие. И что делать теперь? Я подскажу, как поддерживать порядок в холодильнике. Ну хоть кто-то наконец-то даст ценный совет. Никто же из нас и слыхом не слыхивал, как обращаться с этой чудо-холодильной машиной. Говорят, там внутри холодно, ее открывают, когда хотят кушать. На видное место ставим контейнер с надписью «Съешь меня». Честно говоря, очень странные действия. Сколько я себя помню, подобные контейнеры никогда особого аппетита не вызывали. И есть их такое себе занятие. Нет, ну если это как-то поможет... Наполняем его скоропортящимися продуктами. А, вон там как. Теперь нам нужно дождаться, когда продукты испортятся. Хитро-хитро. Можно я лучше пойду контейнер погрызу? Теперь мы вспомним о сметане до того, как она прокиснет. И, казалось бы, вспомним, кроме шуток. Но это работает немного иначе. В большинстве случаев-то мы не забываем о каких-то продуктах. Мы их не едим принципиально, поскольку их либо не с чем, либо незачем есть в данный момент времени. Ну а выбросить, понятное дело, жалко. И никакие контейнеры со странными надписями не заставят людей есть то, чего они не хотят, кроме одного единственного революционного решения. Не покупать такое количество быстро портящихся продуктов за раз. Да что ж такое? Ну ты что сделал-то? Дед опять с инфарктом упал. Чтобы пластиковые бутылки не расползались по полке, делаем простой ограничитель. Эээ, ограничитель? Чего? Крепим вдоль прутьев решетки канцелярские зажимы. Между ними и стенкой собираем пирамиду из бутылок. Да господи, Первый канал, да что ж с вами не так-то? Я могу понять, когда бутылок слишком много. Но камон, если бутылок одна или две, пирамиду из них не сделать. Но их можно поставить вот на эту полку, которая явно выше обычной полуторалитровой бутылки. И в самом углу они мало того не будут мешать, так еще и сохранят пространство. И более того, прошу заметить, а многие из вас об этом уже подумали, В дверце каждого холодильника есть полки, которые предназначены как раз-таки для подобного рода бутылок. А в некоторых холодильниках даже есть специальные держатели, которые не дают бутылкам упасть при открытии дверцы. Какие нафиг пирамиды из бутылок? Вы еще продукты по холодильнику развесьте на ниточке. Оставшиеся зажимы приспособлены для компактного хранения пакетов с продуктами. Сказала ведущая и показала в камеру замороженный горошек и такую же замороженную цветную капусту, Которые должны быть в морозильнике, поскольку там они хранятся дольше. И какой смысл существования в холодильнике контейнера с надписью Съешь меня, где находятся быстропортящиеся продукты? Если продукты с увеличенным сроком годности, они достают из морозильника и вешают в холодильник, естественно, уменьшая их срок годности. Логика и здравомыслие. Вот теперь все продукты на полках видны, а в холодильнике полный порядок. Конечно, полный порядок. Когда он пустой и в нем нет ни единой кастрюли с супом, сковородки с курицей или пакетом с фруктами и овощами. Пойду все продукты из холодильника вы, но ведь я тоже хочу, чтобы у меня внутри там был полный порядок. Но сперва хозяева именно этих комментариев получают стикер во ВКонтакте. Пиши мне в ВК о том, что ты выиграл, используй мое кодовое слово и забирай свой стикер-пак. А в этом видосе есть еще 8 комментариев, авторы которых тоже получают стикеры. А ты вжаривай свой лайк, пиши комментарий и чем больше активности под видосом, тем больше победителей в следующем. Многие мастера при ремонте держат гвозди во рту. Это не самый удобный и тем более небезопасный способ. Способ чего? Обсасывание гвоздей с целью получить их вкус? Вот тут как-то не совсем понятненько было. Я вам покажу два других. Можно заварить гвозди кипятком или пожарить их на сковородочке. А жареных гвоздей не хочешь? Если вам предстоит забить много гвоздей, их можно разместить в строительной перчатке. А, это был способ хранения. Жена, выливай кипяток, ничего не будем заваривать. Сейчас гвозди будем учиться размещать. Продеваем гвозди сквозь ткань на тыльной стороне правой перчатки, если вы правша. Нет, я, конечно, все понимаю, что перчатки это расходные материалы, что продырять его с тыльной стороны не особо жалко. Но вы только посмотрите, как это ужасно выглядит. Да там все болтается, как селедка. Такое ощущение, что туда продевали никак не гвозди. Да не влезай отсюда шурповерт твой. Да не надо тут ничего сверлить. Идите уже отсюда, ну берите его кто-нибудь. Но на одной перчатке от силы можно разместить 5-10 гвоздей. А вот на своей одежде можно уместить более сотни гвоздей. Не благодарите. Но должен же я иногда тоже давать вам полезные советы. Тем более все вы спрашивали, откуда у меня такая дырявая майка. Я просто ношу в ней гвозди. Если крепежа должно быть больше, отматываем липкую ленту. Вы, главное, не забудьте на каждый гвоздик наклеить светоотражающий скотч, чтобы не потерять ни один гвоздь, даже если будете забивать их до темна. Хитрый совет из совета в виде хитрости для хитрого совета. Что? Теперь вам не придется отвлекаться от работы, чтобы взять крепеж. И конечно же... Жена обрадуется вашему изобретению. Да уберите его уже кто-нибудь отсюда! Отнимите, у него дрель! Иди отсюда! Обязательно ставь лайк этому видосяну, пиши комментарий, если хочешь выиграть стикеры, или просто поддержать мой канал. Подписывайся, если еще не подписан, и приходи на мои стримы по ссылке в описании. А с вами, как всегда, был Джеймс Илоун. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok